Всех приветствую на канале. С вами опять Роман Головин. Всех приветствую. Итак, канал о здоровом питании и хорошем настроении. Итак, поехали. Сегодня я буду рассказывать о овощах. Самое основное, не путать овощи, фрукты. Для простоты использования, для бизнес-концепции, для удобства многие фрукты относят к овощам. Еще раз хочу повторить, что там, где есть косточки, семена, там, где есть семена и косточки, это фрукты. Арбузы, ягоды с косточками, это все фрукты. Огурец, помидор, красный перец, болгарский перец, там есть кабачки, баклажаны. Это все фрукты. Естественно, о них я сегодня рассказывать не буду. Сегодня лекция будет посвящена именно овощам, корнеплодам. По-другому они называются корнеплоды. И растут они все в земле. Естественно, природа создала так, что их гораздо сложнее добывать. Ведь фрукты, они растут сверху, выше, как правило, земли. Либо на кустарниках, либо на деревьях, либо на высотных деревьях. На высотных кустарниках есть такие травянистоподобные. Есть уже такие, у которых стволы, как серьезные деревья и так далее. Как правило, фрукты бывают сладкие и несладкие. Но корнеплоды, как правило, они или нейтральны, или вообще не сладкие. Есть, конечно, какие-то исключения. Там сладкая картошка и так далее. Сейчас соученые выращивают, скрещивают различные виды. И таким образом существуют и появляются все новые и новые культуры. Чем же отличаются фрукты от овощей? Во-первых, во фруктах больше фруктозы, сахарозы. Там больше сахара. Они более притягательны на вкус. От них больше отходит аромат. А овощи или корнеплоды, более правильных называть, они находятся в почве. И просто так их зверь достать не может. Естественно, человек их выращивает для себя. Корнеплоды могут больше накапливать разных пестицидов, гербицидов. Точно. Итак. Немножко перечислю, что относится к корнеплодам или к настоящим овощам истинным. Итак, морковка. Все вы знаете. Очень полезный продукт. И содержит бета-каротин. Морковка оранжевого цвета. Так называемый провитамин А. И другие полезные вещества. Сейчас я подробно на них не буду останавливаться. Картофель. Клубни картофеля. Все вы их знаете. В Россию они попали. Когда Петр Первый привез из Европы. На самом деле около 10-13 тысяч лет. Картофель, естественно, раньше его не использовали в пищу. Совершенно служил другим целям. Свекла. Все вы знаете, что делают из свеклы. И для самогона используют. Конечно, никогда не рекомендую пить алкоголь. Также можно использовать в пищу в виде салатиков. Полувареное, вареное. Иногда даже можно сырое использовать. И когда человек в сыром виде использует, у него очищается печень немножко. Но многое пить нельзя. В основном есть смысл смешивать свеклу с морковкой. Делать морковный сок. Или для каких-то соусов. Репа. Пожалуйста. Все вы знаете сказок. Репку также можно применять. Делать салатики различные. На терочке тереть и так далее. То есть очень-очень много различных витаминов. Редька. Они тоже есть различные. И европейская редька. Пастернак. Сельдерей. Редис. Петрушка. Корень петрушки. Все вы знаете. Тоже относятся к корнеплоду. Брюква. Лоба. Испанские различные корни. Черный корень. Овсяный корень. Белый корень. Дайкон. Хрен в конце концов. То есть очень много различных. И которые известны нашим людям. В наших странах. Бывшего Советского Союза. И за рубежом. И в экзотических странах. Для чего вообще мы это сегодня говорим. Я это говорю. Рассказываю вам. Овощи они обязательно нужны в нашем рационе питания. Большинство людей. Которые сегодня живут на земле. Во-первых. Это клетчатка. Раз. Клетчатку нашу используют. Хотя она практически не переваривается. Ее используют в толстом кишечнике наши микроорганизмы. Их у нас около 2-2,5 килограмм. Вот. В последнее время стали появляться сведения. И по моим данным. Что эти микроорганизмы. Они поедают эту клетчатку. И взамен дают нехватающие витамины. Ферменты дают организму. Ко-ферменты. Какие-то белки. Незаменимые кислоты даже могут вырабатывать. К сожалению. На питательных средах удалось высечь. Чем больше 30 всего лишь естественных микроорганизмов. Которые в искусственной среде не растут. Они только в естественной среде кишечника могут размножаться. Как только мы их берем. Начинаем культивировать в чашках Петри. Около 30. Чуть больше 30. Удалось вырастить различных микроорганизмов. Которые как раз таки поедают клетчатку. Опять же не забывайте. Есть микроорганизмы. Так называемые могильщики. Когда люди очень много кушают животной пищи. И есть сапрофиты так называемые. Микроорганизмы. Которые как раз таки переварят клетчатку. Фрукты. И могут делиться с нами полезными веществами. Конечно. А сегодня ученые еще так далеко не зашли. Они не могут много что рассказать. И углубиться в эти знания. Но по крайней мере это мои наблюдения. Мои исследования. Примеры и эксперименты над своим организмом. Итак. Они содержат эти овощи. Много клетчатки. 190% воды. Достаточное количество витаминов. Витамин С. Или С. Чтобы вам понятно было. Также там достаточное количество аминокислот. Конечно. Они не в таком количестве содержатся. Как в мясе. И в белковой животной пище. Но на самом деле. Я уже говорил это. Что организму человека не нужно такого количества белка. Это однозначно. И 100% вам говорю. Вот потому что сам. Нахожусь на таком питании. Еще много лет. Никаких проблем у меня нет. Надо. Я иду в спортзал занимаюсь. Надо. Там я длительные нагрузки даю на организм. И никогда никаких проблем не было. Также там есть и омега-3. И сахаросодержащие. Соединения. Гликозиты. Фенольные вещества. Пектины. Витамины группы А. Е, С, Д, витамины ПП. Группы В очень много. Калий, сера, железо, бром, хлор, кремний, фосфор, кобальт, медь и так далее. То есть это основные минералы, которые присутствуют в корнеплодах. Корнеплод более защищен. В отличие от фруктов. Он находится в земле. Его сложнее достать. И зверю, и человеку. Он более сохранен. Чем они еще отличаются? Тем, что во фруктах, которые растут на открытом воздухе, они защищаются от животных и от человека. Когда они еще не спелые, у них есть специальные вещества, типа природных антибиотиков. Когда человек их ест, может даже отравиться. То есть зеленые, горькие, невкусные, непривлекательные. Запах не истончают, не выделяют. А у корнеплодов этого нет. Потому что их защищает слой земли. Они находятся в земле. И у них этого нет. То есть они могут и маленькая морковочка быть более-менее сладкой, и большая, и так далее. Но, конечно, совсем когда перезрелые, совсем маленькая, у них тоже вкус не очень. Из них также могут соки делать, и картошка, и свекла, и морковка, и редька, и так далее. Они очень-очень полезны. Но, опять же, не надо забывать, что всегда должна быть золотая середина. Когда мы начинаем слишком злоупотреблять и овощами, и начинается метеоризм, когда большое количество клетчатки. Но я имею в виду, когда человек много фруктов, овощей, ест длительное время. Резко переходит, резко включает в свой рацион клетчатку. Он говорит, ой, я не могу, у меня газа, там живот болит, колики и так далее. Естественно, нужно всё медленно вводить в свой рацион питания. Когда человек вводит очень резко в свой рацион питания, естественно, это проблема. И большинство людей это неправильно делают. Поэтому иногда даже нужно годами привыкать, чтобы перестраивалась микрофлора. Психологический статус человека менялся, психологически адаптировался, кишечник адаптировался, и организм вообще весь адаптировался. Так вот, их можно есть сырыми. Я рекомендую, в основном, их сырыми есть. Конечно, кто использует супчики, да, можно и картошечку, и морковочку добавить, и свеколку, и капусточку. Вот, никаких проблем нет. Капуста тоже разные бывают, и брюссельская, и белокочанная, и краснокочанная, и так далее. Тоже куча разных разновидностей. Но не надо забывать, что все-таки корнеплоды, они немножко в себе могут больше, особенно капуста, накапливать различных тяжелых металлов. И когда вы будете выбирать в магазинах, на каких-то частных фермах, там, либо сами выращиваете, будьте бдительны, будьте внимательны. В них могут тоже содержаться большое количество пестицидов, гербицидов, и так далее, нитратов, нитритов. Есть различные приборы, которыми вы можете померить, но не всегда можно точно определить. Вот, и, естественно, есть какие-то погрешности, надо знать, как это определять, и могут быть проблемы. В сырых всегда содержится больше витаминов. Когда мы нагреваем, термически обрабатываем, витамины разрушаются. Когда мы делаем соки, желательно их в первые 15 минут выпивать. Потом окисление происходит. При нагревании то же самое происходит. Я уже давно не имею такой привычки и никогда никому не рекомендую. Если вдруг даже что-то захотелось вареное, как бы, да, жареное, пареное, немножко варить, немножко парить, немножко жарить. Но, опять же, надо культуру свою менять, не сразу понравиться. У многих людей, конечно, вызовет, может быть, неприязнь какая-то, некомфорт, дискомфорт. Можно длительное время читать, привыкать, где их искать, что с ними можно делать. Сегодня очень много существует в интернете вегетарианских, веганских рецептов сыраических. Как правило, корнеплоды очень хорошо сочетаются и с животной пищей, кто еще ест. И между собой большинство из них сочетается. Единственное, конечно, там угоре, с молочными изделиями не очень сочетается. Но, вообще, не рекомендую есть ни мясо, ни молочку есть, по возможности, конечно. Если еще люди, конечно, не могут избавиться от этого, ну, хотя бы уменьшить максимально. И стараться научиться, переучиться, какие-то рецепты добавить. Можно, в принципе, практически или даже всю животную пищу заменить на растительную. Это уже, конечно, для продвинутых людей, кто понимает, зачем это нужно. Я никого не призываю, но все же рекомендую. Кто-то может попробовать, а если будете пробовать, надо, конечно, все это пробовать медленно и быстро нельзя переходить. И, естественно, всегда я открыт, даю консультации на эту тему платные. Кто хочет, обращайтесь, всегда помогу, распешу, все расскажу, как переходить, что надо, что не надо, какой рацион питания составить, когда воду пить, что надо делать. И, естественно, организм будет работать так, как надо и много заболеваний, особенно приобретенного характера, будут уходить. Итак, заканчиваю это видео. Всего вам самого доброго, удачи и увидимся в новых выпусках. Всем пока!